Всем бодрого настроения! Бренд Doogee в конце 23-го выпустил в продажу новую модель защищённого смартфона V30 с приставкой Pro. Основными отличиями от подобных смартов других брендов стал процессор Dimensity 7050, который на цифрах должен выдавать большую производительность, нежели популярный нынче Helio G99, который пихает в большинство бюджетных моделей, дисплейту с частотой обновления до 120 Гц, стереозвук, поддержка Wi-Fi 6 и 200-мегапиксельный фотосенсор. Я с этим смартфоном хожу уже месяц, успел полноценно попользоваться и сегодня хочу рассказать, что понравилось, что нет и какие подводные камни вас могут ожидать в этом устройстве. 30 секунд саморекламы и продолжим. Напоминаю про группу ВК и Телеграм-канал, где я ежедневно публикую актуальную информацию о скидках, распродажах и промокодах на различные товары, что позволяет покупать гораздо дешевле, чем в магазинах. Ссылки на группу в описании, переходите, подписывайтесь, там много интересного, плюс в телеге сейчас проходит розыгрыш с классным призом. Цена на данную модель в момент публикации, так как идет рождественская распродажа на Алике, составляет в районе 25-26 тысяч рублей. Если будет дополнительный промокод на скидку, обязательно укажу в моих группах. Актуальную цену же всегда можно посмотреть, перейдя по ссылке в описании. Поставляется смартфон в универсальной коробке желтого цвета, комплектация в принципе стандартная, разве что положили дополнительную пленку на дисплей. Внутри сам смартфон, руководство пользователя, зарядка на 33 Вт и кабель питания Type-C на Type-C. На рендерах смартфон смотрится шикарно, но в реале внешний вид меня немного разочаровал. Это касается в первую очередь тыльной крышки. Она выполнена из пластика с текстурой под кожу, на мой взгляд смотрится дешево. В верхней части расположен блок камер в виде большой такой шайбы, тут вспышка, основной модуль, ширик и камера ночного видения с инфракрасной подсветкой. По торцам металлические накладки, углы прорезинены с усилением на случай падения смартфона на твердую поверхность. Дисплей по периметру имеет небольшой выступ, который призван защитить его от повреждений при падении плашмя, опять же на ту же самую ровную поверхность. Корпус смартфона защищен по стандартам пылевлагозащиты уровня IP68-69К, а также по военному стандарту MIL-STD-810H. Тут никаких ноу-хау, все как у всех. Также и с кнопками управления. Справа на торце кнопка включения-выключения с интегрированным сканером отпечатка пальца, плюс кнопки регулировки громкости. Слева дополнительная программируемая кнопка, на которую можно задать до трех различных действий, выше нее гибридный лоток на две сим-карты или симка плюс флешка до двух терабайт. Лоток прорезинен для сохранения пылевлагозащитных функций корпуса. Снизу под резиновой заглушкой спрятан Type-C разъем для подзарядки, разъемов 3,5 мм для подключения к гарнитуре в данной модели не предусмотрено. А вот стереодинамики тут расположены интересно, сверху и снизу на лицевой части корпуса под небольшим углом и прикрыты металлическими решетками. Такое расположение более удачное, на мой взгляд, чем одинокая прорезь на тыльной крышке. Динамики остаются открытыми, как бы вы не положили смартфон на поверхность. Но, несмотря на стерео, качество звука в данной модели, как и во всех остальных смартфонах подобного формата, остается посредственным. В настройках есть функция улучшения качества звучания, но она по традиции не особо спасает ситуацию. КОНЕЦ Короче, играет тихо. А еще плюс какой-то из динамиков дребезжит, какой конкретно понять не могу. Сканер отпечатка пальца точный, один и тот же палец дважды добавить не дает, отрабатывает 10 из 10, но делает это с приличной задержкой. Вес смартфона 385 грамм. Толщина из-за увеличенной емкости аккумулятора тоже приличная, но скругление на тыльной крышке немного нивелирует этот момент. В целом, в руке взрослого мужика лежит нормально, но для женского пола или для детей он будет откровенно громоздкий и тяжелый. Вибромотор для такого веса слабый, в кармане, допустим, куртки чувствуется с трудом. Дисплей прикрыт стеклом Gorilla Glass 5-го поколения IPS 6,58 дюймов по диагонали с разрешением 2408 на 1080 пикселей. Рамки приличные, сверху каплевидный вырез под камеру, рядом расположен светоиндикатор уведомлений, при желании его можно отключить в настройках. Тач на 10 касаний, частота обновления до 120 Гц, также настраивается по желанию в меню смартфона. На выбор доступно 60, 90, 120, повышенная герцовка влияет, естественно, на автономность, так что тут можно выбирать, что вам важнее в текущий момент – плавность изображения или время работы от одного полного заряда аккумулятора. Максимальная яркость дисплея производителям заявлена в 480 нит, на проверку данные соответствуют реальности, даже немного больше, но по собственному опыту могу заметить, что такой яркости недостаточно для комфортного использования на улице в яркий солнечный день, так что в полдень, если на небе не облачко, в дисплей придется вглядываться. Оперативной памяти 12 ГБ с возможностью виртуального расширения до 32 ГБ, куда столько непонятно, постоянной также не обделили ее 512 ГБ. За производительность отвечает проц Dimensity 7050, 8-ядерный 6-нанометровый техпроцесс, 2 ядра Cortex-A78 с частотой 2,6 ГГц и 6 ядер A55 с частотой 2 ГГц, видеоускоритель Mali-G68. И вот тут меня ждал откровенный сюрприз, так как по цифрам этот проц выдает большее значение, чем популярный Helio G99. Например, в Antutu смарт показывает почти 600 тысяч баллов, в других бенчмарках также показатели выше примерно на 20-25%, но в играх под нагрузками я каких-то улучшений не заметил. Все расставил по местам троттлинг-тест на 100 потоков и 30 минут, который показал падение производительности буквально в первые минуты на эти самые же 20%. В итоге по средним значениям гипс этот процессор показал результаты на уровне того же самого G99, плюс во время тестов я заметил приличный нагрев тыльной крышки в области камеры. В итоге получается, что проц стоит мощнее, но работать ему на всю катушку не дает, скорее всего, недостаточное охлаждение, и он начинает сбрасывать обороты, чтобы не вскипеть окончательно. Не исключаю, что это может быть проблема чисто моей модели, так как в третьем эшелоне все индивидуально и в других экземплярах может быть все хорошо, но я рассказываю о том, что имею. В целом, производительности для ежедневных задач тут, конечно, хватает с лихвой. Куча оперативной памяти позволяет без проблем запускать много приложений и держать их в фоне, программы открываются быстро и ничего не тупит, не лагает, видео, соцсети, мессенджеры, музыка, все на ура. Автономность. Один из самых жирных плюсов этой модели. Аккумулятор внутри емкостью 10800 мАч, и показатели автономности тут действительно шикарны. В PSmart-тесте, который имитирует активность в повседневных задачах, Smart показал почти 17 часов на одном полном заряде аккумулятора, на максимальной яркости дисплея от 100 до 20% заряда. То есть, еще 1,5 заряда остается. В среднем, у обычных смартфонов, для понимания, этот показатель в районе 7-9 часов, а тут в 2 раза больше. При частоте обновления дисплея в 120 Гц, время автономности, естественно, немного меньше, но все равно остается приличным и составляет 15 часов 45 минут. Час просмотра видео на YouTube, опять же, на максимальной яркости, тратит всего 5% заряда аккумулятора. Час игры в танки – 8. Быстрая зарядка присутствует. Под штатным блоком из комплекта Smart полностью от 0 до 100 заряжается за 2 часа. Первые 30 минут добавляют 35% заряда. Так что в этом моменте данный смарт на высоте. Работает он под управлением Android 13-й версии. Интерфейс стандартный с минимальными доработками со стороны производителя. За месяц использования в пару раз прилетали микрообновления. Из предустановленного софта – это только сумка с инструментами, где расположены различные приложения типа компас, шумомер, отвес, уровень и прочее. Других программ сразу из коробки нет, записи разговоров нет. Плюс хочу отметить один момент, с которым я столкнулся во время использования. Это то, что в некоторых играх, таких как Бравл Старс, например, часто отключается нижняя часть сенсора дисплея. Вернее, даже не отключается, а работает только в тандеме с верхней. Если там палец касается дисплея, то и низ срабатывает. А отдельно – никак. Глюк носит явно программный характер, так как появляется не всегда, и лечится просто перезагрузкой приложения. Вне данной игрушки я этого косяка не наблюдал. NFC на борту, Mirpay работает, это важный момент, так как по лету в некоторых моделях конкурентов я наблюдал проблемы с этим. Тут все хорошо. За навигацию отвечает спутниковый модуль с двухчастотным позиционированием. GPS, GLONASS, Galileo, Beidou – все поддерживается. В условиях плотной городской застройки с использованием технологии AGPS подключение к спутникам происходит быстро. Фотовозможностям этой модели производитель также уделяет немало внимания. Основной сенсор от Samsung на 200 Мп, есть ширик на 16 Мп, 24 Мп камера ночного видения и фронталка на 32 Мп от Sony, модуль IMX 616. Из доступных режимов в настройках камеры есть широкоугольный формат, режим ночного видения с использованием отдельного сенсора и инфракрасной подсветки, при этом есть еще режим ночной съемки на основной модуль, режим портрета, панорама, макро и многое другое. Основной модуль удивил. Конечно, ждать фотошедевров тут не стоит. Не тот уровень постобработки, но минимальное количество шумов при съемке в темное время суток приятно порадовало. В солнечную погоду фотографии получаются приличного качества, плюс тут есть ширик, который встречается в подобных смартфонах крайне редко. Режим ночной съемки также неплохо справляется с поставленными задачами. Также порадовало дальность инфракрасной подсветки в режиме ночного видения, у смартфона два светодиода, дальность работы честная 10 метров. Однако, заявленные 200 мегапикселей получены здесь методом интерполяции кадра, путем добавления количества пикселей за счет деления соседних. Поэтому лучшего качества фотографий при использовании этого режима вы не получите. Это голимый маркетинг и это надо понимать. Плюс я заметил, что на всех фотографиях при съемке и на основной модуль по бокам имеется потеря резкости, при том не в фокусе остается приличное количество кадра. Возможно это особенности оптики, что тут использовано. Видео смартфон может писать максимум в 4К формате, 30 кадров в секунду, также доступно более низкое разрешение, но все только 30 кадров в секунду. Есть цифровая стабилизация видео, но опять же есть но. Во время записи часто наблюдаются подергивания автофокуса, даже если вы не двигаете смартфоном, что портит финальное качество роликов. Короче, с фокусировкой на основном модуле тут явно что-то намудрил производитель. И это при определенных форматах съемки дает прикольный такой боке, но в некоторых вариантах убивает информативность кадра. Фронталка со своими обязанностями справляется хорошо даже при съемках в контровом свете. Вот такой вот Doogee V30 Pro. Надеюсь я помог кому-то определиться с выбором. Ссылка где брал я в описании. Не забудьте подписаться на канал, впереди много интересного. Не забываем также лайк, коммент, репост для поддержки канала. Всем пока!